Песни, наделенные глубоким смыслом, особой музыкальной мыслью. Они заставляют зрителя и исполнителя вслушиваться в каждый свой такт, в каждую строчку. Эта музыка помогала солдату в бою, помогала выжить, победить. Песни военных лет звучат по-особенному. Так, в преддверии 9 мая подарком для ветеранов от Министерства социального развития Московской области стал праздничный концерт. Щелковский духовой оркестр и ансамбль русской песни-распевы подготовили специальную программу Победная весна. Министерством социального развития Московской области ежегодно в преддверии 9 мая праздника Победы проводятся мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы создать им предпраздничное настроение, поздравить их с таким замечательным праздником и выразить слова благодарности. В зале театрально-концертного центра Щелковский театр собрались люди, которые были в бою и трудились в тылу. Также дети войны, бывшие узники фашистских концлагерей, представители общественных и ветеранских организаций. С момента последнего боя минули десятилетия, но память о героях жива, а песня продолжает звучать. «Как много их друзей хороших лежать осталось в той земле, у незнакомого поселка на безымянной высоте». «Настроение прекрасное, хочется веселья, отдыха хорошего. И всем желаю здоровья, поздравляю всех, и настроение также приподнятное». «Большое вам счастье в жизни, в хорошей жизни, и там главное, чтобы у вас чистое небо было». О чистом небе, о победе, о весне, все композиции, которые звучали на сцене театрально-концертного центра знакомы и любимы слушателями. «Пусть он в день любви решет родной, а любовь от суши пережет». «Казави, казави, бездет, это не наш казави». «У нас основная тематика, конечно же, это победа. Победа, счастье, радость. Все то, что испытывали 9 мая тогда люди». «Их песня, она жила на фронте, потому что в минуты тишины о чем думали солдаты. Солдат думал всегда о своем доме, солдат думал о своей матери, о своих близких, о своих родственниках». «Как и у всех, у наших музыкантов тоже есть родственники. У кого-то деды, у кого-то отцы, которые принимали участие. Кто-то не вернулся с войны, с этой страшной кровавой войны. Но, тем не менее, мы победили, и поэтому мы можем позволить себе сегодня играть эту музыку для наших представителей». «Синенький скромный малачек, падал с обощенных плеч. Ты говори, что не забудешь, с московой мазкой встречи». Эти песни пели целые поколения и продолжают исполнять спустя десятилетия, сопровождая бурными овациями. Аплодисменты и в этот раз долго не утихали. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.